Фестиваль стартовал 29 марта. 12-го в школе номер 100 пройдет серия всевозможных мероприятий, в том числе экологический урок со всемирно известным мотивационным оратором Ником Вучичем. Там-то и будут выступать те, кто включился в проект «Преодолейка». В центре мы занимаемся с этими детками хореографией, живописью, фортепиано. Мы приглашаем всех детей и родителей, у которых есть проблемы в движении, в развитии. Мы хотели бы оказать им поддержку, потому что проект уникален, и дети получают возможность не только хореографических навыков, Это инклюзия, где вместе с детьми города они получают социальный опыт, они расширяют свои границы. Самое главное – они верят в себя. Сами участники благодарны за то, что такой проект реализуется в Сочи на базе Центра внешкольной работы. Это бывший дворец пионеров «Вилла Вера». Есть желающие, кому это интересно. Это не только танец, это и жизнь, и все вместе, и спорт, и хорошее настроение, и позитив, и движение вперед-вперед. Я жду от этих занятий позитив, хорошее настроение, удовольствие. Будут на заключительном мероприятии фестивалей танцоры из других городов России, но наш город уже вполне достойно может быть представлен своими танцующими парами. Для них сочинские школьники готовят сюрприз. В Большом состоится концерт Никавучича, и перед концертом будет благотворительная ярмарка. И вот сейчас сочинские школьники изготавливают самые разнообразные подделки для этой ярмарки. Раскрою секрет, что те средства, которые будут выручены с этой ярмарки, частично пойдут на покупку коляски для одного из участников нашего проекта. Обучение танцам проходит бесплатно. Сам проект был создан в 2010 году. Занимаются со взрослыми и детьми профессиональные хореографы. Елена Всецна, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.